Доброе утро, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале ИнстаФорекс ТВ. Вы смотрите экономические новости в студии Тахмина Соломова. Новая волна торгового напряжения катила рынок, а доллар США вновь на коне. График торгового инструмента индекс американского доллара постепенно приближается к пятничным позициям 96.80. Спрос на доллар стал расти после поступивших новостей о том, что Вашингтон готовится объявить о применении торговых пошлин на весь оставшийся китайский импорт к началу декабря. И теперь вся надежда на предстоящую встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпиньо в конце ноября в Аргентине в рамках саммита Большой двадцатки. Возобновившийся интерес участников рынка к данной теме помог паре доллар США и иена на азиатских торгах зафиксировать значительный рост котировки. График торгового инструмента расположился вблизи уровня 112.70. Стоит отметить, что сегодня Япония предоставила хорошую макроэкономическую статистику, которая показала сокращение уровня безработицы с 2,4% до 2,3%, а также рост соотношения рабочих мест к соискателям. Однако желание трейдеров сегодня рисковать преобладает над осторожностью, что и позволяет высокорисковым активам обрести силу. Азиатско-Тихоокеанская торговая сессия сегодня зафиксировала рост пары австралийский доллар против доллара США более чем на 40 пунктов, расположившись чуть ниже позиции 0.7100. Как предполагают эксперты, рост американского доллара может продолжиться. Во второй половине торгового дня ожидается публикация индекса доверия потребителей. Стоит напомнить, что сегодня инвесторы также ждут выход предварительных данных еврозоны по изменению объема ВВП. Это все к этому часу. Спасибо, что остаетесь с нами на канале ИнстаФорекс ТВ. Мы желаем вам прибыльных торгов и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok